Трагическая весть. Беда с дочерью Успенской. Татьяна Плаксина разбила голову. Девушка поскользнулась и упала в души. Травма оказалась опасной. Татьяну госпитализировали и наложили швы. Плаксиной предстоит пройти МРТ и осмотр нейрохирурга. Честно говоря, она должна была сегодня работать на концерте, выступать, и она так плакала от того, что ей так не повезло, что вот такое случилось, пожаловалась Любовь Залмановна. Певица Любовь Успенская была замужем четыре раза. В последний раз певица вышла замуж за Александра Плаксина, от которого у него и родилась дочь Татьяна. В марте 2023 года Успенская посоветовала дочери не выходить замуж. Она заявила, что лучше родить ребенка от донора, а потом влюбляться сколько хочешь. По словам певицы, у многих ее подруг мужья пытались отнять детей. Звезда российского шансона в начале нынешнего года отметила свое 70-летие, однако от активной гастрольной деятельности Любовь Успенская не отказалась. Правда, некоторые ее выступления сопровождаются скандалами. К примеру, недавний сольник в Москве может грозить певице неприятностями и большими судебными издержками. Еще недавно многие российские СМИ смаковали скандал, разразившийся между двумя звездами эстрады поп-королем Киркоровым и королевой шансона Успенской. Накануне 2024 года адвокат Добровинский подал от имени своего клиента иск о защите чести и достоинства. В качестве компенсации певец потребовал от исполнительницы хитай-кабриолет 10 миллионов рублей. Казалось, все это из-за того, что в эфире программа «Алена Блин» Любовь Залмановна осмелилась назвать Филиппа Абедросовича женоненавистником и неправдой, который всю жизнь играет на публику. Напомним о том, что он не раз публично поднимал руку на женщин и оскорблял их. В свою очередь певец заявил, что вот уже 30 лет поет про женщин и ради женщин, а потому все заявления Успенской – абсолютная ложь. По мнению Александра Добровинского, напомнить нападками на его звездного клиента некогда популярная певица постаралась напомнить о себе зрителям. Впрочем, с этим категорически не согласилась его коллега Елена Сенина, не раз представлявшая интерес Успенской в суде. Любовь Залмановна не акцентирует на этом иске никакого внимания, заверила защитница. Для нее информация о том, что такой иск вообще существует, прошла стороной. Она не собирается лично участвовать в разбирательствах. Любовь Залмановна занимается своим творчеством. На благо россиян в итоге судебные тяжбы продлились полгода и завершились в середине нынешнего лета. Суд обязал Успенскую выплатить Киркору 280 тысяч рублей и удалить скандальное интервью со всех интернет-ресурсов. Это решение очень обрадовало Сенину, отметившую, что Киркоров только адвокату Добровинскому выплатил миллионный гонорар, а выиграть удалось всего ничего.